всем привет вы на канале chaplin коллектор и сегодня у нас будет вторая часть mac mix сюрприз то есть мы будем открывать абсолютно рандомные игрушки из макдональдса которые я сумела найти на разгрузке как вы наверняка знаете в макдональдсе сейчас не идет никакая коллекция то есть мы ждем том и джерри луне тюнс уже закончился но к луне тюнс мы конечно же сегодня еще вернемся потому что я вам не показал еще все игрушки из этой серии и маленький спойлер сегодня мы ее закроем но в принципе спойлер то вот он ставит самый главный виновник торжества никто не мог его долго найти но теперь я надеюсь он у всех есть к нему мы вернемся чуть позже как и в прошлом выпуске мы откроем 5 игрушек из хэппи мил ну правда одна будет игрушка не совсем из хэппи мил но об этом тоже чуть позже ну и конечно в этом выпуске мы все-таки закроем серию луне тюнс бакс бани мы пока отложим откроем вот чуть позже а в этой коробочке у меня будет 4 игрушки из макдональдса но практически я наверное в виду еще в эту рубрику игрушки из бургер кинга скорее всего но посмотрим как пойдет дело давайте откроем коробочку и достанем первую игрушку что же это будет ну и давайте начнем собственно с бургер кинга потому что я пришла очередной раз макдональдс ничего там не было интересного потом зашла в бургер кинг и решила взять вот эту вот фигурку из фигурок там больше ничего не было не знаю буду ли я собирать игрушки из бургер кинга и напишите в комментариях любите ли вы игрушки именно из бургер кинга у меня есть барби и теперь вот это вот супер женщина я так поняла что эта серия шла достаточно тоже давно в бургер кинге а может быть кстати недавно и в ней были как например дурацкие игрушки типов фризби я брать не стала так и фигурки я взяла именно фигурку других фигурок из этой коллекции там не было в наличии напишите кстати в комментариях сколько игрушек было в этой серии и давайте посмотрим сначала на пакетик игрушка называется золотой глайдер она состоит из фигурки и вот таких вот крылышек дата производства январь 2020 года то есть эта игрушка прошлого года скорее всего и смотрите у нее есть срок ограничения годности очень забавно также в отличие от макдональдса инструкция нарисована прямо на пакетике наверное это удобно потому что ты сразу понимаешь что умеет эта игрушка в отличие от игрушек из макдональдса где надо сначала распаковать ее а потом уже узнать о ее функциях здесь все видно сразу но честно говоря мне ничего не понятно я так понимаю что она должна как-то летать фигурка крепится к этим крыльям а это наверное изображен крепеж немножко поближе предлагаю вскрыть и посмотреть что это за игрушка для этого берем ножницы и кстати пакетики от бургер кинга все-таки наверное придется сохранять из инструкции макдональдса они абсолютно бестолковые ну а здесь как бы есть функционал серия кстати называется ww эти по вандервумен но я так понимаю что она посвящена фильму я его не смотрела сразу говорю поэтому не ругайтесь и давайте посмотрим что же внутри этих крыльев находится так я была не права крепеж нам все-таки положили отдельно и фигурка выглядит таким вот образом она кстати полая но давайте по порядку и крылья а на крыльях есть логотип бургер кинга так что вы тоже не перепутаете откуда они начнем с фигурки она полностью желтенькая то есть ничего на ней не прокрашена кроме лица таким образом выглядит ее личико она серьезное суровое но вроде бы прокрашена ровно у нее красные губы брови и черные глаза все остальные элементы просто молдированы с обратной стороны фигурка полая но это сделано специально чтобы прикрепить ее крыльям и чтобы она наверное была не очень тяжелой поскольку она должна летать еще в комплекте идет крепеж также с логотипом бургер кинга с помощью него мы будем прикреплять ее крыльям вот тут вот есть отверстие между крыльями есть видите такая не очень приятная белая полоска и из-за этого кажется что они вот-вот разломится не знаю как я буду эту игрушку хранить давайте вставим скорее всего в сложенном виде и в разобранном потому что иначе она будет занимать очень много места хотя она достаточно плоская и прикрепляем сама wonder woman это похоже на какого-то мотылька но скорее всего так оно и есть есть текстура перьев на этих крыльях с обратной стороны выглядит это все вот так вот то есть крепление достаточно сильно видно и можно в таком виде ее поставить на полочку но у меня к сожалению пока нет места для того чтобы расставить все игрушки поэтому придется и хранить сложенном виде но наверное в том же пакетике плюс еще zip пакет так я и буду ее хранить будет очень удобно сейчас попробую за кадром летает ли она и расскажу никаких особых летательных функций я у нее не заметила она просто падает экспериментировать я больше не буду чтобы ее не сломать и смотрите как удобно и и нам будет сегодня поставить на фон так за бакс бани к нему мы вернемся чуточку попозже сначала мы распакуем сейчас покажу какую игрушку данная игрушка у меня находится в зип пакете сейчас объясню почему это игрушка из той же серии что и бакс бани и самые внимательные зрители должны догадаться что это за игрушка потому что именно ее я не показала в основном выпуске почему она у меня находится не в коробочке а в пакете все дело в что именно так не и удалось купить в ресторане то есть я пришла там стояло несколько игрушек из коллекции космический дже все игрушки были для меня повторными не хватало мне всего двух и именно эта игрушка стояла там без коробочки я спросила если он у них запечатанном виде его не оказалось но чтобы эту игрушку мне не пришлось искать втридорога я все-таки решил взять ее без коробочки сомневаюсь что я когда-нибудь найду конечно ее но возможно если мне очень захочется я куплю ее конечно в запечатанном виде но пока покажу вам ее так и что же у нас здесь это мячик с креплением то есть эта игрушка кидается мячиком и это марсианин марвин именно его я не могла долгое время найти и купила уже в распакованном виде но то есть он без дефектов он новенький возможно он был с витриной я не знаю но почему-то он стоял на кассе без коробочки также выглядит сама фигурка он сам черненький я честно говоря фильм так до сих пор и не смотрела поэтому тоже не ругайтесь если что у него такие вот глаза белые насколько я слышала он появляется в фильме буквально на пару минут секунд потому что он не является основным персонажем из его шлема торчит какая-то швабра причем она крутится но никакой особой функциональности в этом нет просто крутится и все причем она прорезиненная сама игрушка пластиковая бластер который у него находится в руках никак не двигается то есть двигается только вот эта вот кнопочка но и собственно крепление на которой надевается мячик но зато это фигурки поворачиваются ноги причем шарниром является вот этот вот шуруп и сгибаются они для того чтобы фигурка была более устойчиво то есть мы можем ее поставить и регулировать направление выстрела как вниз так и вверх или вперед как вам больше нравится но если мы наденем на нее мячик на эту игрушку прикрепим вот так вот то если мы направим вперед или вниз то игрушка будет заваливаться а если мы поставим ноги в такое положение то она будет хорошо стоять на полочке чтобы им запустить мячик надо будет нажать на кнопку кстати я сейчас вам расскажу про одну свою ошибку еще раз попробуем хорошо отстреливает и также он может забрасывать мячик кольцо леброна возможно я чуть позже его принесу и мы это проверим еще я хотела добавить то что я не обратила внимание что на коробке из-под космического джема не знаю интересно вам или нет в общем здесь есть некий функционал то есть вот тут вот есть перфорация и здесь можно сделать отверстие и также эту коробочку использовать для того чтобы забивать мячи в кольцо и есть еще мячик который также выдавливается он состоит из двух частей и именно его также можно закидывать в это кольцо в общем функционал этой коробочки все-таки есть я почему-то не обратила на это внимание когда делал обзор на эту коллекцию но я думаю что кому надо уже сам разобрался давайте пока оставим коробочку именно в таком виде потому что сейчас мы перейдем к бакс бани поставим сюда марсианина и вернемся к этой замечательной коробочки с бакс бани которого я не знаю мне писали в комментариях что они его нашли еще до разгрузки то есть когда эта серия активно продавалась в ресторанах возможно он был в некоторых ресторанах но в маленьком количестве я не знаю я его ни разу не видела и поймала я его уже вот совсем недавно на разгрузке было в некоторых группах объявления что бакс бани появился уже после того как игрушки пропали из макдональдса не знаю по какой причине его завезли меньше или вообще не завезли и почему так случилось непонятно многие даже заказывали его из-за границы и если обратите внимание что за границей по моему в америке если я не ошибаюсь эти игрушки шли в пакетиках поэтому если вы увидите где-то в продаже бакс бани в пакетике знаете что он привозной к сожалению две игрушки которые были представлены в американской серии но не представлены на нашем рынке в россии так и не замечены случайным образом не завезли их очень жаль но главное что мы все нашли баксы бани и хотя бы официальную коллекцию закрыли и еще для любителей вариантов обратила внимание что на слэм данке леброна вот этот вот щит нашем случае он просто чисто белый с красной разметкой а в американской версии здесь написано space jam очень жалко что у нас упрощенная версия но space jam это как вы понимаете не на русском языке хотя на футболках у них английские отписи это никого не смущает также эту табличку можно поставить таким вот образом и мы будем целиться именно в команду соперника но раз муж их достали давайте мы запустим мячик марсианина в них мимо папа попала игрушка также функциональная и классно работает к сожалению не все игрушки из этой коллекции имеют такой вот функцию запускать мячик в кольцо но игрушки разнообразные это здорово но и давайте теперь достанем баксы бани и посмотрим что он умеет кстати если вы не видели баксы бани на кассе возможно его могли вынести из-за кромов либо кладут именно когда вы не выбираете на кассе а именно в хэппи мил то есть вы заказываете хэппи мил и сотрудники вам собирают обед не спрашивая какую игрушку он положить таких случаях тоже клали баксы бани ну и давайте его достанем открываем коробочку коробочки в этой серии кстати не запаяны и я даже видела как то что кассир кощунственным образом открывала коробочку со спанчбобом немножко ее порвав у нее прям было даже некомфортно но слава богу девушка которая попросила открыть эту коробочку ее все-таки взяла ну и давайте достанем фигурку таким образом выглядит долгожданный бакс бани мячик как вы видите у него тоже маленький как у бегуна и у койота но функционал у него примерно похоже на леброна у него мячик между ушей и кстати заметьте что уши тоже шевелится то есть не только мячик то у него подвижные но и сами уши механизм очень здоровски мне кажется бакс бани такой с прикрытыми глазками такое самодовольные очень уверенный в себе и кстати у него на футболке не написано название команды возможно его просто не видно за руками сама форма точно такая же с обратной стороны выглядит он вот так вот ножки у него неподвижные ручки тоже есть джойстик для управления механизмом хвостик такой вот он тоже хорошенький и видите как он стоит пяточку нам показывает сзади такой вот отличный бакс бани сейчас мы его сравним еще с лолой ею тоже принесла и давайте проверим как работает механизм сейчас будем дергать за джойстик то есть он перекидывает мячик от одного уха к другому очень классный механизм мне даже нравится больше чем у леброна хотя он тоже здорово перекидывает мячик из одной руки в другую получается как бы два главных героя ну и лола бани я не стала доставать мячик можно его позаимствовать например у марсианина он в принципе ничем не отличается и вы можете сравнить их по размеру бакс бани немножко побольше у него голова даже больше и они разные по цвету так что теперь у меня наконец-таки парочка в сборе и вся коллекция тоже закрыта можно теперь с легким сердцем ждать новую коллекцию и опять мучиться с какими-нибудь редкими игрушками но на этом выпуск еще не закончен потому что мы откроем еще несколько игрушек из старых коллекций а еще я обратила внимание что мячик у него крутится не только в разные стороны но и вокруг своей оси видите не знаю зачем это нужно функционале игрушки это никак не участвует но его можно покрутить а мы тем временем возвращаем красную коробочку на фон потому что дальше пойдет речь не о космическом джеме и достаем следующую игрушку и это будет плюшевая игрушка единственная в этом выпуске и это красная панда тоже была достаточно частая игрушка на разгрузке макдональдса мы уже открывали из этой коллекции сами пингвина это красная панда и дата выпуска ноябрь 2017 года из этой коллекции у меня всего две игрушки больше я пока не нашла и давайте достанем карточку здесь у нас нет вкладыша есть только карточки то есть их можно в принципе красиво вставить в альбом я так до сих пор и не посмотрела сколько игрушек в этой коллекции если кто знает то собирал то обязательно пишите в комментариях красная панда вид млекопитающие где обитает горные леса непала центрального китая мьянмы и бутана любимая еда в основном бамбук а также птицы насекомые и грызуны эта игрушка входит в коллекцию national geographic kids удивительно но факт красная панда может укутаться в свой длинный пушистый хвост как в одеяло очень удобно особенно в отсутствие отопления но и достанем саму игрушку у нее принтованное лицо мне это не очень нравится пингвинчик выглядел симпатичнее голова у нее ну более-менее ровненько если так ее поднабить если еще ее и намочить то я думаю что можно аккуратненько поставить и разложить весь синтепух внутри этой игрушки и она будет хорошо выглядеть и смотреться но пингвина на полочку поставить у нас не получилось может быть эту игрушку получится у нее пришиты уши причем они такие видите приятные на ощупь бархатистые с ворсом и пузико сделано таким же образом то есть она пушистенькая приятная на ощупь хвост с меньшим ворсом но тоже пушистенький и принтованный на нем есть полосочки с обратной стороны выглядит следующим образом и тут тоже видно шов зашивки и набивки этой игрушки как это было у джокера также есть этикетка national geographic kids и логотип макдональдса так что еще одна игрушка в коллекцию national geographic не знаю получится найти ли у меня еще что-нибудь но скорее всего разгрузка сейчас закончится я сегодня заходила в три макдональдса и там вообще не было игрушек только книжки поэтому игрушки я думаю вряд ли мне уже получится найти именно в самих ресторанах придется искать других местах проверим будет ли она стоять на полочке да эта фигурка без проблем стоит в отличие от пингвина так что ее можно с легкостью поставить на полочку и любоваться такая вот фигурка напишите в комментариях нравится ли вам мягкие игрушки в макдональдс я сначала их не любила но сейчас уже под привыкла ну и последняя пятая игрушка которую мы сегодня с вами рассмотрим это одна из самых классных коллекций которые можно было найти на разгрузке естественно я ее не собирала поэтому очень радовалась когда находила новые экземпляры как мне написали в комментариях к предыдущему выпуску по макдональдсу что эта серия шла прошлым летом и именно поэтому много было остатков так как макдональдс из-за пандемии работали только на доставку но у меня пока получилось найти всего три игрушки одну я вам уже показывала это вторая и также у меня есть еще одна название этой игрушки панда и водный скутер и одна из серий все о медведях это такой мультик достаточно прикольный я посмотрела несколько серий и давайте достанем ее и посмотрим что она умеет сначала вам покажу коллекцию мы уже с вами открывали панду и скутер кстати подсказочка мне почему-то попадаются исключительно панды сегодня мы будем открывать панду и водный скутер и что она умеет панда кстати в спасательном жилете все по правилам и она садится на водный скутер больше никакой функции я так понимаю здесь нет и я видела фотографии что ее можно поставить на воду и она не будет тонуть давайте посмотрим на игрушку достаем из пакета панду скутер сама фигурка находится в пакете он не запаянный это сделано для того чтобы фигурка и скутер не терлись друг от друга у этой фигурки как и у предыдущей поднимаются руки и ноги ну точнее лапы задние и передние вот это вот сильно крутится а это ну практически незаметно вокруг своей оси крутится тут есть принт с ее подушечками на 2 лапки тоже и так же как и у предыдущей фигурки опускаются и поднимаются задние лапы она в жилете жилет естественно не снимается с обратной стороны даже нет шурупа просто отверстие и кстати по моему у предыдущей панды вот здесь вот были шурупы а здесь их тоже нет только отверстие для крепления фигурка очень красиво раскрашена симпатичная но какие то вот у меня тут есть запачканности но вроде не критично мне нравится единственное наверное хотелось бы чтобы вот эти вот лямочки и поясок с пряжкой немножко акцентировали цветом давайте смотреть на скутер он кстати не полый и возможно в него заливается вода не знаю я сейчас проверю будет ли он плавать и обязательно вам расскажу никак не прокрашен все молдировано вот такой гладенький и очень простенький вот здесь вот он кстати шершавый ну и давайте посмотрим что можно сделать с этой пандой посадим ее на скутер будет ли она сидеть да она сидит давайте поставим на на нее пристально смотрит красная панда хотя они совсем конечно не похожи посмотрим как будет сидеть панда на скутере опа не очень устойчиво но она может сидеть давайте попробуем ставить ее лапу в отверстие с обратной стороны кстати тут нет отверстия если ее поставить то конечно она будет намного устойчивее хотя это не так логично как если бы она сидела лапы также не цепляются за руль они просто не дотягиваются ну и вот такая вот фигурка она немножко покачивается я думаю что она должна хорошо плавать и давайте попробуем поставить так на оба отверстия мы ножки сразу не сможем поставить то есть либо на одно либо на другое но и держаться она таким образом не будет то есть если мы ее сбоку поставим я не могу поймать ром хотя нет вот поймала равновесие если ее отклонить максимально назад то фигурка также стоит можно ее поставить на полочку и в таком виде забавно прикольно и попробуем поставить ее на стол на столе она также стоит фигурка как и предыдущая многофункциональная можно двумя способами поставить ее на скутер и также отдельно поставить на фоне скутера очень устойчивая все игрушки которые участвовали сегодняшнем выпуске выглядят следующим образом я попробовала как панда плавает скутер плавает отлично как только сажаешь на нее панду у меня он лично заваливается на бок напишите в комментариях как у вас и конечно же напишите в комментариях понравились вам игрушки из сегодняшнего выпуска рассказывайте нашли ли вы своего бакс бани искали вы его или потеряли надежду и даже не стали пробовать мне все игрушки понравились конечно же фаворитами этого выпуска являются бакс бани панда и марсианин на втором месте у меня вандер вуман и на третьем красная панда игрушки из бургер кинга я скорее всего тоже буду покупать если там будут какие-нибудь фигурки или интересные игрушки мне сегодня попалась серия краёла я так понимаю там пластилин и также всякие инструменты для лепки я пока не стала брать эти игрушки не знаю буду ли в дальнейшем все-таки хочется сосредоточиться именно на фигурках пожелайте мне также удачи найти всех остальных медведей и другие игрушки из старых серий чтобы радовать вас и делитесь в комментариях какие интересные игрушки удалось добыть вам на этом все поздравьте меня с закрытием коллекции космический джем следующий раз выпуски про макдональдс мы скорее всего уже встретимся на распаковке новой серии но про такие выпуски я тоже не буду забывать и постараюсь вас регулярно ими радовать если вам понравился был полезен этот выпуск то конечно же поддерживайте меня лайком подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропускать все ссылки на мои социальные сети как обычно в описании и до новых встреч всем пока 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 пока